Всем привет, мои дорогие! С вами Маша и вы смотрите канал похудения мамы и дочки. Сегодня будет наше с вами любимое видео о покупках одежды. И я вам покажу вещи, которые купила к осени, а также более легкие, летне-весенние. Как бы странно это ни звучало накануне зимы. И начну я с платья. Кто подписан на меня в инстаграм, тот мог его уже видеть, потому что я выкладывала фото в этом платье. И покупала я его в промоде, заехала посмотреть себе что-то осенне-зимнее, увидела это платье, его примерила и, конечно же, уехала с ним. Такое платье, платье-халат с запахом, на талии пояс и оно длинное в пол. Я давно хотела себе купить такого плана платья, но летом мне ничего не попалось и попалось вот осенью, ближе к осени. Хотя у нас очень теплый сентябрь, его вполне можно было надевать в начале сентября и в середине, но я его еще не носила. Оно выполнено из вискозы и у него очень симпатичная и стильная расцветка. На бежевом фоне цветочки побольше, поменьше и преобладает фуксия. Очень оно мне понравилось и, конечно же, я не могла уехать с пустыми руками без него. Едем дальше и следующее, что я вам покажу, это блузка а-ля рубаха, которую я купила в H&M. Так вот она выглядит, у нее спущенный рукав, панжет на пуговице, такой вот ворот и внизу она на резинке. У нее тоже очень симпатичная нежная расцветка на желтом фоне, причем очень симпатичный желтый цвет. Цветочки и стрекоза, по-моему это стрекоза, то ли пчела, не пойму. Одним словом, какие-то насекомые. Расцветка очень нежная и симпатичная. И она сделана из натуральной ткани, из очень тоненькой натуральной ткани. Следующую вещь я также купила в H&M. И это такой лонг слив, конечно же, в полоску. Тоже он мне очень понравился. У меня есть такого типа толстовка. Если кто помнит, я и видео в ней записывала много раз. И покупала я ее в Zara, по-моему в прошлом году. Но она такая более объемная, более плотная. А это такой тоненький лонг слив. Тоже у него спущенный рукав, манжетик. И он не длинный, такой слегка-слегка оверсайз. Тоже мне он очень понравился. Такой очень приятный, стильный. Ну и классический, потому что полоска это классика. Полоску я очень люблю. И не только синюю полоску, но и красную, и другие тоже. Полоску я очень люблю. Она из моды никогда не выходит. Ношу, кстати, да, горизонтальную полоску. Несмотря на то, что у меня большая грудь. Носила, ношу и буду носить. Так что вот еще заодно прихватила такой лонг слив. Едем дальше. И следующее, что я вам покажу, это вещь уже осенне-зимняя, даже зимняя. Хотя вот то, что я вам показала, рубашку, блузку и лонг слив, это я тоже все, конечно же, буду носить зимой. Такой вот свитер. Он мне очень понравился, когда я его увидела. Ну и, конечно же, я его купила. Так вот он выглядит, белого цвета. И что мне больше всего понравилось, это его фасон. Посмотрите, как интересно он сделан по бокам. У него по бокам разрезы и такие вот рюшечки. С одной стороны и с другой стороны. Очень стильный он. Так вот он выглядит. И это бренд Pink Woman. Это греческий бренд. Вот так вот он выглядит. И такая у него спинка. Тоже все сделано очень интересно. Очень он мне понравился. И, естественно, я его купила. Его я, да, заказывала на Ламоде. Если он вам понравился, вы можете посмотреть, если он еще там есть. Но там я знаю, что есть вещи этого бренда. Одним словом, ну а Моди можете посмотреть. По составу я даже не помню, какой здесь состав. По-моему, здесь много всего намешано. Сейчас посмотрим. Так. Что-то я не вижу, что... Какой тут состав. А, вискоза, полиэстер и полиамид. Вот я нашла состав. Но я никогда не покупаю в чистом виде акрил или полиэстер. Обязательно должна быть вискоза или шерсть, или какая-то добавка. Потому что вот в чистом виде я не покупаю ни акрил, ни полиэстер, ни нейлон. Так что такой вот свитерок. И, наконец, заключительная на сегодня вещь. Такая куртка, пальто, кимоно. Даже не знаю, как это назвать. Скорее всего, наверное, куртка-кимоно. Может быть, даже жакетик. И это гэп. Так вот он выглядит. Это пейджворк. И смотрится, конечно, очень стильно. Он мне тоже очень понравился. Но даже, скорее всего, наверное, это кимоно. И оно с поясом. Правда, у нас еще пока очень тепло. Я даже не знаю, когда я его буду носить. Но, наверное, скоро, уже в ближайшее время. Потому что оно такое вот утепленное, знаете ли. Ну, а-ля плащ. А-ля такое легкое пальтишко. Даже вот не знаю, как его назвать. Но, скорее всего, это все-таки кимоно. И оно такое вот слегка-слегка утепленное. Очень тоже оно мне понравилось. Очень понравилась расцветка. Очень интересное, стильное. Оно довольно тяжелое. Такие вот рукава. И пояс. А по бокам карманы. Такой вот синий поясок. И карманы по бокам. И с платьем, и с джинсами будет, конечно же, смотреться очень стильно. Понравилась мне эта вещь. И, конечно же, я ее сразу купила. На этом, мои дорогие, на сегодня все. Больше покупок нет. Хотя я собираюсь еще кое-что себе купить. Вот сейчас ищу красный свитер на замену тому, который я вернула в H&M. Даже, может быть, куплю несколько, если увижу что-то интересное. Ну, еще кое-что мне нужно. Но пока не могу найти. Нахожусь в поисках. Также кое-что из обуви хотела купить. И ищу себе сумочку. И тоже не могу найти. Уже пересмотрела много разных моделей и вариантов. Но пока душа ни к чему не легла. Хочу купить себе, знаете, такую небольшую сумочку. Сумочку кросс-боди. У меня было несколько таких сумок. Но Ледуша, Ледуша они понравились. И она их у меня взяла. И теперь у меня осталась только одна такая сумка. И хочется купить себе что-то новое. Такое маленькое, небольшое, компактное. В дорогу, да и не только в дорогу. Вот. Но пока вот нахожусь в поисках. В поисках, в поисках. Много чего еще нужно купить. Надеюсь, что все найду и куплю. И, конечно же, как только появится что-то новое, интересное, заслуживающее внимания, то обязательно вам все это покажу. На этом все, мои дорогие. Благодарю всех за внимание. Пишите, пожалуйста, что вы уже купили. И практикуете ли вы такую систему покупать вещи не по сезону. Но я уже давно так поступаю. Потому что, во-первых, например, мне очень сложно купить какое-нибудь платье, если материал не стрейч, если он не тянется. Потому что, если мне хорошо в груди, то мне велико в талии и в бедрах. И наоборот, если внизу хорошо, то наверху в 99% случаев оно мне мало. Вот как, например, с этим платьем. Оно мне в талии свободно и в бедрах тоже. Зато хорошо в груди. Это 48 размер. Я примерила 46. Внизу было хорошо, но наверху нет, нет, не сошлось. И поэтому пришлось мне брать на размер больше. Так всегда. Поэтому, если я что-то вижу и вещь мне нужна, естественно, и она хорошо на мне сидит, то я ее покупаю вне зависимости от сезона. Точно так же обстоит дело и с обувью, и со всеми остальными вещами. Ну и, конечно же, с купальниками. Потому что купальники – это головная боль. Мне очень сложно подобрать купальник, потому что практически нигде не продаются отдельно верха, отдельно низы. А я покупаю исключительно по отдельности, потому что у меня размер очень сильно отличается. Верх от низа. Верх я покупаю очень большого размера. Я даже не могу вам сказать, какого. Но вот если брать, допустим, XL, 2XL, то я, ну, как минимум, это будет у меня 2XL. Но при всем при этом мне нужно, чтобы он был на завязках, а не на застежке, чтобы регулировался объем под грудью. И, конечно же, низ я беру либо M, либо L, тоже зависит там от модели. То есть у меня полное несоответствие размеров. Поэтому, если я вдруг что-то вижу, то, конечно же, беру вне зависимости от того, собираемся ли мы вот прямо сейчас на море, или мы только вернулись в море. То есть вот такая вот ситуация. Те, у кого большая грудь, меня поймут. Ну и вот так вот. Ничего страшного. Ну, поэтому я, как бы вот, если что-то вижу, то обязательно покупаю вне зависимости от сезона. Все, мои дорогие, благодарю всех за внимание. Всем отличного настроения, удачного дня. До скорой встречи. Всех целую. Пока-пока.